Уже здесь и ждем вас, часть наших спикеров присоединится к нам попозже, поэтому всем, кто нас смотрит, все, кто присутствует на национальном металлообработающем форуме, добрый день, меня зовут Иван Поляков, я являюсь ответственным секретарем комиссии РСПП, и буду модератором нашей сессии, в том числе по кадрам, потому что на самом деле очень много лет работал в HR-отделах, HR-структурах, тема близка и тема достаточно сейчас важна, я думаю, для каждого предприятия, почему, скажу чуть позже, но пока представлю моих коллег, которые здесь уже присоединились, у нас здесь как и предприятие, так и Министерство просвещения Российской Федерации, начну с одного из наших спикеров, уважаемые друзья, плохих, Лариса Николаевна, начальник отдела департамента Министерства просвещения России, добрый день, Наталья Викторовна Титова, директор по персоналу компании «Современные литейные технологии», вот, и присоединится к нам, я надеюсь, чуть позже, Константинова Екатерина Александровна, и, ну, будем пытаться, да, онлайн подключить моего коллегу, если нет, то расскажу об опыте их, и, если можно, уважаемые коллеги, дам вводную презентацию, почему у нас, да, заявлена такая тема, если можно, презентация, название кадра, а вы видите, пожалуйста, на экран, мы готовы, ага. Ну что ж, в принципе, наша тема сегодня – это кадровый вопрос, да, ключевые подходы в сфере подготовки инженерных кадров, инновационной модели, взаимодействия с вузами, индустриальными партнерами, меры поддержки начинающих специалистов и истории успеха профессии, но на самом деле, мне кажется, тема настолько острая, да, приведу пример, буквально несколько дней назад в ведомостях вышла статья, вы можете с ней ознакомиться полностью, рост образовательности удалит кадровый голод. И основные показатели мы, да, измеряем уже прошлый год, готовимся измерить первые полугодия этого. С одной стороны, у нас безработица достигла рекордно низкого показателя, да, рост отмеряет как 3,2%, скорее всего, с учетом задействованности, в принципе, в экономике и кадрах людей на смежных профессиях, у нас безработицы еще меньше, но с другой стороны, у нас есть показатель, вот сейчас будем… Цифры все дают разные, конкретного показателя нет, но по прошлому году тот отчет, который был, это нехватка высокопрофессиональных кадров на производстве 47%, и вот сейчас по данным портала Superjob 86 российских компаний испытывают кадровый голод. Число вакансий за год, только прошлый, выросло в полтора раза, количество резюме сократилось на 2%, а конкурс на одну вакансию у нас с вами снизился на треть. Соответственно, о чем это говорит? Что, в принципе, тот путь, который в свое время проходило поколение, обучавшиеся в 90-х и сейчас входящие в профессию, все хотели быть юристами-экономистами, вот, а на самом-то деле инженеры и работники предприятий, да, как были востребованы, так и будут. Мы понимаем, что промышленность и, в принципе, станкостроение как драйвер промышленности – это основа потребления человеческого ресурса, и без человеческого ресурса на предприятиях невозможно выстроить те процессы, кадровые процессы, которые позволят не только, да, сохранить производство, но и его дифференцировать, улучшать. И по сравнению даже уже с показателями 5-6-летней давности у нас кадровый ресурс, не только это люди, да, как все привыкли, ну, работаешь на заводе, значит, у вас есть, как у Генри Форда, отдельный отрезок конвейера, где ты вращаешь гайки, но специалист, который приходит на производство сейчас – это и айтишник, это и, даже если мы говорим про среднее профессиональное образование, это уже высокообразованный инженер, который, ну, в принципе, да, для которого высшее образование становится не начальным, а уже повышающим квалификацию. Поэтому сегодня мы расскажем как о развитии среднего профессионального образования, так и примеры утоления кадрового голода непосредственно от HR-специалистов, и я приведу примеры о том, как, в принципе, крупные компании и корпорации решают эту задачу не только, да, вот сейчас, как мы общались с, вы говорите, в одних из предприятий, но говорят, гонка зарплат. Чтобы понимать, эта гонка зарплат, она конечна, и себестоимость потребления и развития предприятий. Ну что ж, пойдем дальше. Конечно, учитывая все эти вводные тезисы, я, наверное, во главу угла нашей дискуссии поставил бы ту задачу, которую сейчас ставят для себя и органы государственной власти, и директора предприятий, о котором много говорится, это курс на человекоцентричность. На самом деле оптимизация бизнес-процессов, повышение квалификации нашего персонала, внедрение новых технологий и рост, качественный рост наших сотрудников позволяют в определенных компаниях, это измеримый показатель, экономить на привлечении персонала от 10 до, я бы сказал, уже не 10-15, а 15-20 процентов с учетом внедрения новых решений. Приведу пример, не буду сейчас назвать предприятие, чтобы никого не обидеть, но буквально в прошлом месяце был на двух производствах, связанных с техническим крепежом. На одном предприятии вот такой вот замасленный цех, оборудование еще, которое покупалось в 80-90-х годах, да, и коллеги занимаются крепежом, и рядом же предприятие в этой особой экономической зоне, ты заходишь, белый цех, спокойно новые станки, новая модернизация. И говоря с руководителем предприятия, вот ситуация ровно диаметральная. У одного кадровый голод, а у другого, наоборот, очередь работы на предприятии. Поэтому вот человекоцентричность, культура внедрения производства, это то, что должно не сопряжаться с ростом зарплат, да, а быть более опережающей историей. Потому что, конечно, если говорить о регионах, например, мы общаемся часто с коллегами, приведу пример, Тульской области, они говорят, ну, слушайте, у нас кадровый голод, в принципе, вызван тем, что есть огромный емкий регион Москва, который находится рядом, и буквально полтора часа на ласточке ты можешь не стоять у станка 12 часов, а с плеером в ушах быть в доставке Яндекса и получать там соизмеримые деньги. Ну, я задаю вопрос, а что делает регион для того, чтобы преодолеть это? Ну, и вы все знаете, да, здесь уже губернатора Димина можно поздравить с повышением на то, что он сделал для Тулы привлекательности региона, приведение центров порядок, открытия и новых современных производств, и создание привлекательного образа региона, оно уже дает свои результаты, говорит, молодежь остается здесь, начинает работать на СПО. Приведу пример тоже цитаты и аналитики коллег из Сибура, да, тот путь, который выстраивается на удержание сейчас специалистов, он начинается, на самом деле, не с вакансии у нас, коллеги, он начинается задолго до, и те предприятия, которые во главу угла становятся, вы знаете, как от парта до станка, создаются инженерные кластеры, инженерные целые корпуса в школах, в регионах, создаются вот сейчас современные стенды производства, соответственно, и каждое предприятие, да, о чем говорят коллеги, у которых это успешный опыт, они говорят, мы вкладываемся сейчас не в повышение квалификации тех, кто приходит с рынка и кого мы можем забрать, мы вкладываемся в наше будущее на горизонте уже 10-15 лет, начиная с 5-6 класса у детей, и поэтому при, вот если оценке Сибура, при этом активно работают коллеги и с возрастной категории 55+, сохраняя преемственность поколений. Есть примеры, когда на части предприятия уже просто коллеги выходили на заслуженный отдых, на пенсию, и был провал в передаче знаний, опыта и развития тех технологий, которые были. Соответственно, нам в помощь с вами уже со следующего года будет национальный проект кадра, о котором сказал Владимир Владимирович в своем посадении федеральному собранию. В них, соответственно, очень важно, чтобы не только наша с вами глобальная задача по замещению кадров решалась, но вот эта синергия производственных компаний, работы СПО, работы специалистов и лидеров на производствах, тех ячеек создавала вокруг себя молодежь. Все мы помним с вами прекрасный фильм «Весна на Заречной улице», где именно такие активные начальники производства, активные сотрудники формировали вокруг себя достаточно сильные коллективы и двигались дальше. Это все то, о чем руководители должны иметь понимание и стратегия должна быть уже сейчас. Ключевые решения, которые могут заместить кадровую потребность, это автоматизация производственных процессов, повышение престижа профессии, о котором каждый специалист должен своим примером говорить. Я работаю на заводе и этим гордиться. Нематериальная мотивация, которую выстраивают вокруг себя компании-корпорации. Создание инфраструктуры в регионах и цифровизация производства, потому что сейчас уже поколение 18-19 лет – это поколение цифровое, для которых важно, чтобы станки, на которых они работают, производство, на которых они работают, отворачало самым современным требованием. Не новые тезисы. Они, говорится, уже лет 15 точно, вот как мы с вами понимаем. Но оно движется вперед. Из тех положительных примеров крупных индустриальных партнеров, которые хочется сказать и которые я искренне рекомендую каждому посмотреть, это, например, то, что Объединенная металлургическая компания сделала с моногородом ВИКС. Город был приведен в порядок. Открылись новые торговые точки. Был генерирован и туристический поток в город. Проводились и проводятся арт-фестивали. Это то, во что вкладывается индустриальный партнер, и то, о чем каждый может задумываться. Я вот для себя замечал, даже, знаете, как приезжаешь на предприятие, были в одной из областей огромный целлюлозо-бумажный комбинат, автобус нас с деловой миссией просто высадил где-то за полкилометра и сказал, я туда не проеду. Но если ты не можешь туда проехать, как к тебе люди ходят, приведите, хочется сказать, в порядок, в первую очередь, внешнее свое производство. Сделайте все для человека. Та человекоцентричность, о которой мы говорим. Очень хороший пример, особая экономическая зона из того, что я видел, Мценского района, Орловской области, где на каждое предприятие, да, огромная программа сейчас есть промышленного туризма. Область вкладывается, институты развития вкладываются в то, чтобы и для, как внутри региона, так и для тех, кто приезжает в регион, показывать производство своей особой экономической зоны и рассказывать о них. Это та популяризация, которая у нас с вами есть. И кадровая программа траншмашхолдинга, это то, с чем я тоже рекомендую ознакомиться, где у коллег выстроена, она в открытом доступе, выстроена огромная система подбора, развития и, самое главное, рост внутри компании. Плюс ко всему, да, ТМХ также вкладывается и в промышленный дизайн, создавая не просто там оборудование, а стараясь, чтобы оно было лучше в мире, и чтобы у тебя конечная продукция была тем, что ты можешь действительно рассказывать, о чем ты можешь гордиться. Ну и дальше мы потихонечку двигаемся, Лариса Николаевна, к нашей с вами теме. Да, это федеральная программа профессионалитет и чемпионат по профессиональному мастерству профессионалы, тот основополагающий базис, на котором сейчас выстраивается популяризация профессии. Знаете, как мы перейдем к подробному рассказу и потом дискуссии, я бы просил коллег, если мы готовы, у меня есть небольшой видеоролик про саму программу, которую мы можем включить, и это видеоролик от участника программы, который на своем опыте, и таких роликов сейчас уже тысячи от тех, кто прошел через программу повышения, и мы готовы его показать. Уважаемые коллеги, можно на экран минуточку внимания? Здравствуйте, меня зовут Алексей Петрович, хочу рассказать про точку, я занимаюсь уже 17 лет. Когда я учился с вашей, у нас постоянно не хватало материалов, мы вообще стояли в очереди, чтобы отработать задания. А сейчас есть возможность поработать на отличном оборудовании, расходного материала в достатке, и все это благодаря программе профессионалитет. Это образовательная программа, в которой можно получить востребованную рабочую специальность и найти хорошую работу в своем регионе. В колледже вы будете много практиковаться на современном оборудовании, и всему составлению программ для обучения активно участвует работодатель. После обучения вам помогут устроиться на работу либо стажиров. Мы с вами могли мечтать. Ну вот так вот, и основной посыл уже сами специалисты, работающие на предприятиях, начинают делиться своим опытом, обмениваться, и создание экосистемы. Вот у нас там на форуме санкт-петербурга «Российский промышленник» проходит финал, и это десятки тысяч специалистов, обучающихся СПО уже, взрослых сотрудников, которые решают эти задачи. Поэтому, Лариса Николаевна, если можно поподробнее, какие задачи стоят, в чем предприятие, и как они могут принять участие, и в дальнейшем, да, наверное, какие кадровые задачи будут решаться уже в внедрении нацпроекта, если есть хотя бы наметки этой информации, и что нас ждет дальше. Спасибо. Целиком и полностью согласна с вами. Естественно, детям хочется работать в красивых условиях, в хороших условиях, на современном оборудовании. Итак, хотел бы перейти к нашему федеральному проекту, который реализуется с 2022 года. За основу проекта взят отраслевой подход. А сейчас мы попросим. И будьте добры, пожалуйста, нашу вторую презентацию, коллеги. Каждый колледж предполагает свою отраслевую специализацию. Естественно, широкий круг партнеров-работодателей. Ну, на данный момент... Сейчас нам включат презентацию. На данный момент уже в 68 субъектах Российской Федерации реализуется проект 2022 года, как я уже сказала. Это, значит, по итогам 2023 года, это уже 220 модернизированных колледжей. Это уже в проекте у нас 986 предприятий-партнеров. В 2024 году планируется, что будет уже 79 субъектов, 370 организаций модернизированных колледжей и уже более полутора тысяч предприятий-партнеров. Планы на 26-30, как вы видите уже на слайде, это 89 субъектов, то есть полностью охват всей Российской Федерации. Это 1120 модернизированных колледжей и более 4 тысяч предприятий-партнеров. К 2030 году мы должны выпустить по поручению президента 1 миллион выпускников. Итак, механизмы управления, как я уже сказала, у нас отраслевой подход, то есть мы перешли с регионального уровня на отраслевой. Работодателем становятся равноправным партнером субъектов образовательной деятельности. Вы видите на слайде варианты общественного управления. Не знаю, стоит останавливаться подробно на этом, да? Давайте дальше пойдем. Вот можно вернуться, давайте все-таки остановимся. Насколько в этой варианте общественного управления, где здесь, соответственно, производство-то само? Ну, смотрите, наши студенты уже во время учебы проходят 80% учебы. Это, конечно, практика на предприятиях, на предприятиях-партнеров. То есть это уже готовый специалист, который готов выйти после окончания техникума, готов выйти на предприятие и, соответственно, занимать соответствующую должность на этом предприятии. То есть вот как раз на шаге прогноз отраслевых и региональных потребностей, там как раз и собирается эта экспертиза, которую дают непосредственно работодатели, правильно? Да, работодатели непосредственно участвуют в управлении колледжем, в разработке образовательных программ. То есть полностью студент готовится под непосредственно работодатели, работодатели-партнеры, под предприятие. Во время создания кластера соглашение о партнерстве подписывается между всеми участниками кластера. Ну и, соответственно, мы видим уже эффект и результат этого партнерства по выпуску студентам. Итак, значит, это отраслевой подход, это управление системой среднего профессионального образования в тесном партнерстве с предприятиями реального сектора экономики. Здесь работодатель определяет, чему учить, а образовательная организация, соответственно, определяет, как учить, в соответствии с образовательной программой. Давайте дальше пойдем. Итак, значит, у нас создаются отраслевые ассоциации кластеров профессионалитета. Это сообщество, созданное в целях установления и укрепления партнерских отношений в рамках одной отрасли. У нас уже, я вот не упомянула, у нас уже 24 отрасли участвуют в проекте. Значит, с 2023 года на начало 2024 у нас уже 22 отраслевые ассоциации. По плану это будет 2024 в 2024 году. Ежеквартально проходит совещание членов ассоциации, вхождение в ассоциации новых участников проекта, расширение состава ассоциации за счет руководителей образовательных организаций, готовящих кадры для определенных отраслей. Возможности партнеров выгоднее, чем содержать свой корпоративный учебный центр. Мы знаем, что это затратно обучать квалифицированных специалистов. А здесь в колледже уже непосредственно выходит под запрос работодателя определенный сотрудник на предприятии, специалист. По окончании, естественно, выдается государственный диплом, идет совместная профориентация, ну и, соответственно, единое окно подбора кадров. Дополнительные возможности сотрудничества. Колледж – это подготовка и площадка для переподготовки и аттестации сотрудников работодателя, то есть сотрудники могут пройти также на базе колледжа профессиональную переподготовку. А колледж, соответственно, это площадка для обучения взрослого населения по коротким программам на основе корпоративных стандартов. То есть они могут также подготовить, колледж может также подготовить и взрослое население, не только студентов техникума. По формированию контрольных цифр приема. До 2022 года распределение региональных контрольных цифр приема было без учета запроса рынка труда. Сейчас, в 2024 году, формирование контрольных цифр приема, исходя из потребностей регионального рынка труда. Здесь и учет демографических показателей региона, и, соответственно, гибко реагирование на кадровые запросы, перераспределение от сферы услуг, экономики, права в пользу технических наук. В 2025 году у нас уже планирован учет показателей прогноза кадровой потребности при формировании и перераспределении контрольных цифр приема. Далее. Если мы говорим конкретно по отрасли, мы говорим про станкоинструментальную промышленность, то сейчас у нас уже в профессионалитете участвуют по машиностроению металлургии 42 субъекта, это 89 модернизированных колледжей. По станкостроению и тяжелому машиностроению участвуют 9 субъектов, 9 модернизированных колледжей. Внизу вы видите, допустим, 40, 457 колледжей. Это по сетевой форме. И у них уже 303 предприятия-партнера. По станкостроению 9 модернизированных. Это ядро, база кластера и 40 колледжей по сетевому партнерству. Также у них 41 предприятие-партнер. По металлообработке 42 субъекта сейчас участвуют в простилитете. Это 80 модернизированных колледжей. И по сетевой форме обучения. Это 417 колледжей, 262 предприятия-партнера. Далее на слайде вы видите, сколько уже средств регионального бюджета вложено в данный проект, сколько средств федерального бюджета. На вот эти, как мы их называем, большие кластеры выделяются на каждой образовательной организации по 100 миллионов рублей, которые идут как на закупку оборудования, так и на капитальный ремонт. На закупку методических всяких учебных пособий, которые будут способствовать тому, чтобы студенты могли работать на закупленном новом оборудовании современном. Лариса Николаевна, можно задержаться на этом слайде? И у меня, знаете, какой вопрос? По охвату. У нас 89 субъектов. То есть понятно, что в программу сейчас входит лишь половина. Это связано с промышленным присутствием именно в субъектах федерации? Я бы хотела, наверное, знаете, на что обратить внимание. Сначала к федеральному проекту как-то относились все настороженно. А сейчас уже, когда поняли, какие преимущества имеют студенты, образовательные организации, регион от того, что они вошли в профессионалитет, я думаю, что поэтому мы занимаемся активно популяризацией федерального проекта. Ну и, соответственно, поэтому такой сейчас идет уже и интерес к этому проекту. Какие регионы... Вот, может, у вас есть еще данные, да? Как это? Гордиться-то хочется. Какие регионы сейчас впереди? Вот. Ну, хорошо. Активно участвуют у нас, ну, скажем так, самые передовые регионы это Татарстан, Свердловская область и Московская область. Вот знаете, кстати, по поводу Татарстана неудивленно. Ну, и, конечно же, у нас сейчас новые субъекты, вот лучше, наверное, кого назвать, кто не участвует в проекте. Это два новых субъекта, у которых сейчас сложная ситуация, да, в регионе, которые находятся... Ну, конечно, это понятно, что сейчас не до всех федеральных программ там, но я думаю... Ну, участвовать им никто не мешает, да, и если они предоставят хорошие заявки, да, естественно, они будут участниками профессионалитета. Ну, то есть, в принципе, главная рекомендация, наверное, которая дается по развитию количества участвующих регионов, здесь только в увлечении предприятий, чтобы инициатива шла, конечно, от бизнеса. Да, ну, конечно же, если мы говорим об отраслевом подходе, да, естественно, нужно, чтобы работодатель, партнер присутствовал. У нас это одно из условий участия в конкурсе, обязательно условия участия в конкурсе. Даже по малым кластерам, если даже работодатель не вкладывает какие-то свои средства, я имею в виду, натуральные, в развитие кластера, то они хотя бы способствуют тому, чтобы студент, будущий сотрудник, специалист был подготовлен и проходил практику на этом предприятии. Хорошо, спасибо. Давайте тогда продолжим. У меня есть еще один вопрос, но я думаю, что он будет главный по итогам вот такой вот вашей презентации. Я его обязательно задам. Так, значит, еще раз, новый подход к поддержанию среднего профессионального образования, новая образовательная технология, профессионалитет, здесь содержание программ, как я уже говорила, определяется работодатель, интенсификация обучения, уже все договариваюсь. Да, ничего страшного. Сделается сокращение сроков или получение мультиквалификации за тот же срок. 100% обучающих осваивают компетенции в сфере цифровой экономики. В 2023 году разработана федеральная информационная платформа для автоматизированной сборки образовательных программ под запрос работодателя это цифровой конструктор компетенций. Разработано более полутора тысяч основных образовательных программ профессионалитета. 231 проект образовательный программ профессионалитета разработан с помощью как раз только конструктора компетенции. По отрасли стандартностроения, тяжелом машиностроении разработана 31 примерная образовательная программа по 13 профессиям и 18 специальностям. По металлообрабатывающей отрасли. Разработаны 23 примерные программы. Демоэкзамен широко применяется. Также государственный итоговый аттестат проходит в формате демоэкзамена, который гарантирует качество полученного образования. Точно так же базовый, как наверное, высший образовательный, базовый профильный уровень проведения. 395 тысяч человек сдали демонстрационный экзамен в 2023 году. Средний балл, как вы видите, больше четырех. Это хорошие показатели. В 2024 году демоэкзамен будет законодательно прикреплен как форма государственного итогового аттестации по программам среднего профессионального образования. ЕГЭ-то отменят, говоря про государственную итоговую аттестацию? Ну, сейчас это обсуждается. Пока еще... Я так понимаю, что, говоря про аттестацию, уже решение принято, что мы создаем опять специалитет, что вот итоговая аттестация и СПО будет уже по диплому специалист, в том числе по ряду профессий. И это поможет предприятиям уже более включенным, давайте, я так понимаю, целевые запросы на специальности. Да. Далее идем. Значит, естественно, как я уже упоминала, это изменение подхода к оснащению колледжей. Здесь и инфраструктура, которая создается под отраслевые предприятия, формируется она образовательными организациями совместно с предприятиями, работодателями. Здесь мы активно сотрудничаем с Минпромторгом России, мы подбираем аналоги российского оборудования, которые проходят через представителей Минпромторга, предприятия, работодатели. Актуализируются инфраструктурные листы, они, естественно, актуализируются в соответствии с той ситуацией, которая сейчас складывается на рынке товаров, работы, услуг. И, как я уже сказала, приоритет отдается товарам российского производства. На слайде вы также видите, что 80% сейчас отдается предпочтение товарам российского производства. И снова вопрос у меня будет сейчас по этому слайду. Вот смотрите, у нас здесь на форуме и на выставке форума присутствует более 50 компаний, огромное число производителей, в том числе российских компаний. Как им войти в то, чтобы их оборудование, оно вошло в программу и на нем, на оборудовании создавались эти производственные стенды? Ну, во-первых, образовательная организация самостоятельно осуществляет закупки оборудования для создания кластера, для оснащения кластера. И, естественно, объявляются конкурсы, любой производитель может зайти на конкурс и поучаствовать. Если это оборудование соответствует техническим требованиям, которые выставляет заказчик, да, то, соответственно, оборудование будет... То есть, в принципе, задача еще и до конкурса, да, рассказывать и презентовать свое оборудование, может быть, через отраслевые сообщества, союзы, в том числе, да, вот у нас союз по металлообработке как-то популяризирует, то, потому что получается, что часть, я знаю, такие примеры, часть у нас оборудования переклеивались просто шильды, оно заходило как российское, на самом деле, не российское, а наш аналог, пускай он и дороже, я думаю, что это проблема закупок, и здесь коллеги из Минпромторга у нас могут подключиться, да, ну, понятно, что китайский станок там стоит одних денег, аналогичный российский, немножко других, но не работая на своем оборудовании, я думаю, что невозможно именно зайти и потом сделать, и специалисты действительно приверженцы собственных отечественных технологий. Да, я вот сейчас просто вчера вспоминаю, когда представитель правительства был в Нижнем Новгороде, да, и посмотрел на... Посмотрел китайский автомобиль Шангану. Да, посмотрел на Волгу, которая производится, да, и вот почему руль-то у нас не российского производства. Ну, хорошо, да, давайте продолжим. Так, на слайде сейчас вы видите о том, как производится комплексный ремонт, да, как выглядели образовательные организации, корпуса учебные до того, как они вступили в кластер, и то, как сейчас выглядят эти образовательные организации, как выглядит кластер при участии в профессионалитете, да, то есть вот оборудование... А за счет бюджета это происходило, реконструкция, или это совместно, частно-государственное партнерство? Здесь и частное, и государственное, да, это консолидированный бюджет, как я уже сказала, то есть по большим кластерам, ну, раз уж мы говорим про машиностроение, станкостроение, металлургии, это кластеры образовательно-производственные, и, естественно, здесь обязательные условия, чтобы и работодатель определенный объем средств вложил в создание кластера. Участвует как образовательная организация со своими бюджетами, так и, соответственно, инициатор создания кластера, то есть объект российских. И я немножко аккуратно напомню про тайминг, у нас еще есть пара минут, чтобы со следующими спикерами пообщаться, и будем как-то уже резюмировать. Так, значит... Самое главное, про деньги. Про деньги, да. Значит, не просто так они вкладываются, работодатели, в этот проект, да, соответственно, мы внесли изменения в нормативно-правовые акты, и сейчас у нас действует институтный налоговый вычет для тех, кто помог, скажем так, образовательным организациям в оснащении. Вот у нас уже 29 субъектов Российской Федерации внесли изменения в действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы институтного налогового вычета. Они у вас на слайде, как раз 9 этих субъектов. И 20 субъектов, которые по станкостроению и тяжелому машиностроению по металлообработке вложились как раз в образовательной организации. Также на базе образовательных организаций создаются учебно-производственные комплексы, которые дают возможность производству продукции и получения внебюджетных доходов образовательной организации от реализации этой продукции. Это, соответственно, первое рабочее место для студентов, получения опыта, работы по профессии и дополнительный какой-то заработок для студентов. У нас уже сейчас создано в 29 субъектах Российской Федерации УПК. Федеральные технопарки для того, чтобы... Должны же как-то эти преподаватели, которые обучают будущих специалистов, профессиям и специальностям, они же должны тоже обладать каким-то запасом... Какими-то хорошими условиями, да. Да, хорошим запасом знаний, да, чему учить-то на этом новом оборудовании. Соответственно, для этого создаются технопарки. Технопарк уже в 23-м году открыт в городе Калуга и планируется открытие технопарка в Нижнем Новгороде. Значит, в городе Калуге это 30 лабораторий. Из них вы видите по станкостроению и тяжелому машиностроению прикладная робототехника, мобильная робототехника, промышленная робототехника, мехатроника. По металлообработке это лазерные технологии, токарная работа на станках ЧПУ, фрезерная работа на станках, обработка металла. И, соответственно, в Нижнем Новгороде будут 43 лаборатории. Из них 5 по станкостроению и тяжелому машиностроению и 3 будет по металлообработке. Так, значит, немного скажу, у нас проводятся всероссийские конкурсы. Среди мастеров производственного обучения это мастер года. В прошлом году у нас победителем стал представитель из Тюмени. Финальный этап как раз будет в городе Тюмени в этом году. Проводится также, ну, в принципе, вы упоминали чемпионаты профессионального мастерства. Здесь и у нас и чемпионат по профессиональному мастерству профессионала, чемпионат высоких технологий. Проводится Обилимпикс и, конечно же, Артмастерс. Профориентационный минимум. С 1 сентября вводится единая модель профориентации во всех школах Российской Федерации для 6-11 классов. Единая модель – это единуверсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профориентации обучающихся. Значит, базовый уровень – это 40 академических часов в учебный год. Основной уровень – это 60 часов в учебный год и продвинутый уровень – 80 часов. В рамках этого проводятся экскурсии, мастер-классы, совместное каких-то создание контентов, участие сотрудников, экспертов в имиджах каких-то отраслевых мероприятиях, проектах, ну, всякие коллаборации, спецпроекты и так далее. Соответственно, для популяризации, как я уже сказала, очень много делается. Существует и региональный программ популяризации. Здесь и очень большое внимание у нас уделяется созданию медиа-центра и, конечно же, участие амбассадоров профессионалитета для того, чтобы… А что нужно, чтобы стать амбассадором? Вот сейчас нас зрители смотрят, да? Кто-то из специалистов, руководителей, предприятий скажет, а я хочу. Куда идти? Во-первых, это студенты, которые непосредственно сами обучались в кластеры, да? То есть они сами знают эту кухню, знают что, от чего, с чем, да? Это, естественно, не просто команда студентов, она, скажем, работает и образуется под кураторством опытного наставника, который тоже непосредственно работает в этом кластере. Такие амбассадоры и наставники, они есть в каждом субъекте, который сейчас участвует в профессионалитете. Так, далее. Ну, конкурентные преимущества мы уже, еще раз говорю, все видим, да, от программы профессионалитет. Это и синхронизация возможностей системы СПО с потребностями экономики, и вовлечение ключевых предприятий по регионам в качестве полноправных партнеров. Оперативная подготовка квалифицированных кадров, какие-то брендированные образовательные программы, соответственно, гарантированное трудоустройство выпускников, предприятие экономит свои средства на дообучение сотрудников, то есть они могут обучиться уже на базе колледжей. Налоговые преференции, как мы уже говорили, это инвестиционно-налоговые вычеты, и, соответственно, в регионе это предотвращение оттока квалифицированных кадров. Так, ну, собственно, наверное, и все, если вот так коротко. Ну что же, спасибо большое, это достаточно обстоятельный обзор. Я думаю, что сейчас еще в дискуссии поговорим, но вот, Татьяна Викторовна, современной литейной технологии, да, казалось бы, ну уж куда больше вам нужны инженеры, есть СПО, из всего увиденного, чем вы пользуетесь? – Знаете, я хотела, во-первых, поблагодарить спикера Форису. Дело в том, что вот это настолько вовремя, хотя, может быть, даже немного, может быть, нужно было с программы начинать раньше, да, потому что я вспоминаю, лет 15 назад, работая на другом предприятии, мы искали партнера, который бы обучил наших инженеров практическим навыкам. Компания Московская, и мы не смогли запартнериться ни с одним колледжем, я имею в виду колледжи, техниками, которые предоставляют программу среднего профессионального образования. Во-первых, это было отсутствие интереса к нам, как к заказчику, несмотря на то, что мы готовы были вкладываться материально. – То есть вы приходили, вам говорили, что у нас есть стандарт, мы его выпустим, а дальше делайте, что хотите. – Да, да, да. Не было готовности, естественно, подстраиваться под наши запросы, формировать программу с учетом требований наших реалий. И таким образом компания вынуждена была организовать свой учебный центр и обучать своих сотрудников. – Многие по этому пути пошли. – Да, 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 и сотрудников. – И глобально-технологические партнеры, они сделали ставку на свои. – Внутренними силами, да. – Хорошо. – И мы бы с удовольствием, конечно, поучаствовали в этой программе. – Да, прошу. – И как заказчик, и, возможно, как партнер, если… – Конечно. Я думаю, что обсудим уже в куварах, ну а пока ваша презентация, мы продолжаем тему кадров. Я так понимаю, что все равно есть проблема интеграции и наставничества, и вот как раз мы, как говорится, функционеры, а у вас основной опыт и экспертиза. Насколько все внедряется, какие сложности и какие бы вы отметили положительные примеры. – Да, мы находимся в полях, можно сказать, на передовой. И как все HR, конечно, проблемы у нас трансформируются в задачи. – Так, я возьму. Ну, несколько слов расскажу о себе, как о спикере и о том, чем занимается наша компания. Я больше 20 лет в сфере управления персоналом. Работала почти 20 лет также в иностранных компаниях. Это был и официальный дилер известного немецкого бренда. Это была компания, которая поставляла подъемно-транспортное оборудование. Я также работала в структуре трансмашкотинга. Сейчас я с января 2024 года возглавляю HR-департамент компании современной литейной технологии. Компания наша существует уже 12 лет. Развивалась, в общем-то, постепенно. Сейчас мы приросли на 25% по численности с начала года. Занимаемся мы проектированием производства, поставкой оборудования для металлообрабатывающих предприятий, для предприятий литейной отрасли. У нас инженер… – Даня Викторовна, попросят чуть-чуть поближе к себе микрофон. – Хорошо. Занимаемся вопросами автоматизации производства, производим пусконаладочные работы, инструктаж персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание. И также поставляем высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование под собственным брендом SLT. Мы находимся на стенде здесь, на выставке. И сегодня хотел поговорить о наставничестве. На мой взгляд, наставничество – это всего блока HR-задач, задач, связанных с управлением персоналом. Это фундамент будущей продуктивной и долгосрочной работы сотрудника на предприятии. Если мы говорим про цели наставничества, то я рассматриваю наставничество как один из инструментов в реализации задач адаптации новых сотрудников. Не секрет, что новые сотрудники, естественно, приходят из разных отраслей. И обращаясь также к данным Росстата, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 1,9 миллионов человек. Поэтому у нас практически нет конкурса, несмотря на то, что мы стараемся выбирать лучших из лучших. Но это не значит, что мы берем всех с рынка. Конечно, нам важны профессиональные качества наших кандидатов и их соответствие нашей корпоративной культуре. Поэтому наши задачи направлены на удержание лучших на текущем, жутко перегретом рынке труда, на мотивацию передачи знаний. В компании работают сотрудники с разным опытом. Есть сотрудники, которые почти 10 лет работают в области металлургии и металлообработки, и готовы передавать свои знания молодежи. Ну и также формирование преемственности. Мы понимаем, что на смену, надеемся, что придет и новое поколение, что новые сотрудники возьмут все самое лучшее от наших текущих экспертов. Здесь, правда, стоит вопрос… Или будут снимать Тиктоки. Да, знаете, здесь есть еще большая проблема, на мой взгляд. Это скорость устаревания знаний. Потому что меняются технологии, и то, что было актуально 10-15 лет назад с развитием оборудования, технологий, автоматизации… Понятно, это проблема, с которой все сталкиваются, когда, допустим, есть запрос, вот придем авиаотрасль и создание новых современных авиалайнеров наших, когда нужно сейчас внедрять технологии будущего, а обучение проходит на технологиях настоящего. И вот этот разрыв, он, конечно, существует, но только технологический запрос его сможет сократить. Да. Ну, как предприятия решают эти задачи? Кто может выступать наставником? Зачастую это обязанность непосредственного руководителя структурного подразделения, в подчинении которого приходит новый сотрудник. Это, если мы говорим про производственные предприятия, это мастер производственного обучения, в обязанности которого входит обязанность по обучению новых сотрудников. Часто не знают, кому отдать, а дают в HR. Ну, хороший кадровик, он лидер. Ну, конечно, да, крутите, как хотите, да, ну, либо того, на кого показывает пальцем руководитель, Вот этот самый главный пункт, мне кажется. Теперь ты наставник, а мотивируется наставник у вас в компании? Или это просто общественная работа, которую кто-то берет на себя, ну, по роду своего состава? Я скажу следующее. Вот по моему предыдущему опыту мы наставникам не платили. Не платили? Нет, мотивация наставников… Нет, может, чтобы… Нет, не обязательно материальная мотивация. Нет. Я упоминал о том, что нематериальная мотивация была, может быть, огромной. Да, это как от поездки, заканчивая назначениями. Во многих компаниях есть обучение за счет уже работодателей, и наставник это получает. Конечно. Речь идет не только о материальной мотивации, но и о нематериальной. Компания, в которых я работала, наставником становились участники кадрового резерва. И сотрудник не мог продвинуться на следующую должность, то есть пройти свой путь от специалиста до руководителя, если это программа управленческого развития, без того, чтобы не подготовить себе замену. Ну, понятно, что не все попадают, конечно, в кадровый резерв, потому что тоже программа кадрового резерва – это достаточно жесткий отбор, и критерии, которые мы выставляем к участникам кадрового резерва – это отдельная программа, разработанная в компании. Сложно интегрировать, достаточно сложно интегрировать наставничество в текущие бизнес-процессы, потому что зачастую это все работает по остаточному принципу, на общественных началах, то, о чем я говорила до этого. И необходимо время для того, чтобы прошло несколько поколений сотрудников, которые уже получили вот это обучение на входе, и это бы стало элементом корпоративной культуры компании. Вы знаете, я много лет работала с одним крупным российским вузом, московским, там прекрасно выстроена система взаимодействия с работодателями. Ну, это не секрет, это МГТУ имени Баумана. Ну, у Баумана вообще сильная штука. Да. И сотрудничая с Центром трудоустройства, мы, помимо того, что участвовали в выставках работодателей, мы выстраивали внутри компании программу наставничества для тех стажеров, которые к нам приходили. Да, мы забирали с третьего курса, предоставляли им возможность учиться и работать неполное рабочее время. Более того, поскольку в нашей компании было достаточно много выпускников этого вуза, у нас как раз происходил вот этот бесшовный переход от учебы к работе, потому что они попадали, ну, скажем так, в свою среду. У них общие преподаватели были. Ну, понятно, да, что инженерная школа – это инженерная школа. И сейчас как раз вот мы тоже не упоминали этого, но есть большой проект, в который вы, коллеги, можете присоединиться. Это передовые инженерные школы. Они создаются на предприятиях и на базе вузов. И там уже идет рост и наставничества, и карьерный рост в том числе. Да. Если мы говорим про сложности практической реализации, то здесь можно скатиться в формализм. То есть когда ты выдаешь новичку тонну локально-нормативных актов, показываешь, где есть информационная система, где что находится, ну, и, в общем, разбирайся сам. Вот. Саботаж либо демотивация с точки зрения, а мне за это не платят со стороны наставника непосредственного, ну, и отсутствие знаний у самих наставников. То есть у нас не обученные наставники. Они не умеют передавать знания. Ну, понятно, что классный специалист не всегда педагог. Конечно. Не всегда педагог классный специалист. У нас педагогический вузов учат пять лет. Сейчас, наверное, меньше, да? Ну, сейчас четыре и два. Не, ну, сейчас, чтобы специалистом стать, конечно, система остается. Вот. А как раз для того, чтобы наставник и тот, кого он наставляет, когда были эффективны, конечно, они прежде всего должны сами уметь научить и передать знания. То есть вот в формате «расскажи, покажи, сделай». Ну, вот то, о чем я уже говорила, да, как мы решаем практические задачи. У нас наставники – это участники кадрового резерва, да, либо это выделенный эксперт в компании. Тоже он эксперт, он не принимается на работу экспертом. Он проходит достаточно длинный путь, пока он из сотрудника уйдет в экспертизу, в какую-то вузскую специализацию, да, и будет уже учить новых сотрудников, передавать им практические навыки. Нематериальные методы мотивации и финансовые поощрения тоже, в общем-то, один из инструментов замотивировать наставников на передачу знаний. Мы сейчас разрабатываем систему поощрений, так называемых пряников в компании, где, я думаю, что каждый, кто научит, кто воспитает преемника, кто научит нового сотрудника, передаст ему практические знания и навыки, будет поощрён со стороны компании. Вот, как я уже говорила, да, что наставник – это играющий тренер и часть… То есть всё-таки мы ищем активных. Да, мы ищем активных, конечно, да. Здесь нельзя заставить, здесь можно только замотивировать. Иногда на собственном примере. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, мы уже можем резюмировать, коллеги, у нас есть буквально пару минут перед следующей сессией. Здесь, наверное, я задал бы такой вопрос. Лариса, с вашего большого опыта, я так понимаю, и развития СПО, и зная, что сейчас работаете, отслеживаете программы, какие ключевые сложности в работе с предприятиями вы бы видели и на что бы обратили внимание, потому что мы дальше сможем работать с производительными станков, есть инструментарии по металлообработке, это же всё ресурс, это всё конкретная технология. Насколько сейчас, с вашей точки зрения, важно обратить на эти болевые точки и какие внимания для того, чтобы наши технологические партнёры прирастали в программе развития среднепрофессионального образования? Во-первых, не бояться заходить на конкурсы, которые объявляют образовательные организации. Может быть, какие-то коммерческие предложения во время того, когда идут закупочные процедуры. Естественно, образовательные организации ищут какие-то коммерческие предложения и тоже выходить... Ну, понятно, рекомендовать мы не можем, но обратить внимание, почему бы нет. Да. Ну, если мы говорим, мы производителей говорим, да? Ну, вот, наверное, только таким образом. Вот так заставить, чтобы конкретная образовательная организация купила у того или иного производителя ту или иную продукцию, мы, естественно, не можем. Я понял. Ну, то есть глобально сейчас всё зависит от внутреннего составляющего, да? Как многие говорили, чтобы сейчас была победа, мобилизоваться должны все ресурсы, которые у нас есть, в том числе и внутренние ресурсы понимания ситуации и мышления. Без того, что ты не зайдёшь во все программы, потому что... Ну, много мы знаем примеров, да? С одной стороны, руководители, представители министерств говорят, у нас федеральных программ, одна, вторая, третья, 10-50-е. А потом? А где же вы все, товарищи, руководители предприятий? Когда мембрандург говорит, ну, у нас там десятки тысяч или сотни профильных компаний, да где же вы все? Поэтому я думаю, что призовём, имея возможность в платформу, заходить, не бояться. В каждом своём регионе есть и фонд развития промышленности, и центры инновационного развития, и есть профессионалитет. Если нужно, всегда есть контактная база, и мы здесь коллеги, в том числе через отраслевой союз, готовы рекомендовать специалистов, которые всегда подскажут и поможут. Конечно. Вот, спасибо большое. Ну и резюмируя, наверное, хотелось бы к производственному сектору обратиться, к представителям Анатоли Викторовны. История, наверное, очень простая. Что бы вы отметили тоже для своих коллег, там сейчас руководителей производства, директоров по персоналу, наверное, один-два тезисы, на которые нужно ключевое обратить внимание, которые будут про будущее работы с кадрами в самое ближайшее время? Что нужно, чтобы не упустить? Вот в том числе я поясню, да? Технологическое лидерство сказывается не только из того, какой у тебя станок, но и те руки, которые и мозги этот станок обслуживают, на нём работают прямо здесь и прямо сейчас. Что нужно, чтобы не растерять эти руки? Вы знаете, мне кажется, первое, основное – воплотить достойную заработную плату. То есть всё-таки полгонка зарплаты? Особенно в регионах. Если в Москве рынок перегрет, и, как мы знаем сейчас, ты едешь в метро, там реклама висит, да? Яндекс.Такси или Яндекс.Доставка – 260 тысяч рублей. Зачем идти в станках, когда ты можешь на доставке заработать в пять раз больше? Но с другой стороны, таская сумку, ты не получаешь соцпакеты. Да, не только деньги мотивируют, мотивируют отношение работодателя к своим сотрудникам. И те программы даже нематериальной мотивации, которые мы разрабатываем, они все направлены на удержание. Вот по обзору некоторых аналитических изданий, вот сейчас основной тренд 24-го года, даже не подбор, который всегда был в лидерах. Тренд – это удержание персонала. Мы снижаем текучку. Хорошо, спасибо большое. Ну и, наверное, всегда надо заканчивать на позитивном образе будущего. Уважаемые коллеги, два важных момента, которые всегда и сейчас, и в ближайшие несколько лет будут. Это совершенствование производственного процесса, высвобождение ресурсов из этого процесса на более технологичные участки работы с более достойной и оплатой труда, и условиями работы. Это ключевое, и без вашей включенности в эти процессы ничего не будет. Поэтому создаем, работаем, и только вперед. Спасибо большое. Ну что же, готовимся к следующей сессии, а мы, если нужно какие-то задать вопросы, здесь можем попить кофе и ответить на них. Спасибо, друзья. Продолжение следует...